Сердце – это сокращающаяся мышца, которая перекачивает кровь по всему организму. Сердце имеет 4 клапана, которые направляют поток крови. Два клапана контролируют поток крови из верхних камер предсердий в нижние камеры желудочки. Два других клапана контролируют поток крови из желудочков в легкие и в остальные части тела. Во время нормального сердцебиения левый желудочек перекачивает обогащенную кислородом кровь через аортальный клапан для распределения по всему организму. Нормальный аортальный клапан имеет 3 створки, которые широко открываются, чтобы обеспечить движение крови во время сокращения желудочков. А затем надежно закрываются, чтобы предотвратить обратный поток крови во время расслабления желудочков. Аортальный стеноз – это состояние, когда аортальный клапан становится узким, неэластичным или утолщенным. Это существенно блокирует поток крови, поступающий из желудочка. Недостаточность аортального клапана – это заболевание, которое возникает, когда аортальный клапан ослабевает и не закрывается полностью, тем самым вызывая обратный ток крови в левый желудочек. При наличии обоих состояний сердце вынуждено работать интенсивнее, чтобы перекачивать тот же объем обогащенной кислородом крови в остальные части тела. Это может привести к сердечной недостаточности. Когда клапаны не работают должным образом, они должны быть хирургически отремонтированы или заменены. При замене клапана может быть использован или искусственный, механический клапан, или клапан из биологической ткани. Механические клапаны очень долговечны и служат дольше биологических. Однако пациенты с механическими клапанами должны принимать антикоагулянты до конца жизни, чтобы предотвратить образование сгустков крови. В некоторых случаях может проводиться минимально инвазивная операция. Врач может решить подобраться к сердцу через ребра или маленький разрез в верхней части грудной клетки. Это уменьшает повреждение тканей и время восстановления. Во время традиционной операции по замене клапана на искусственный, разрез для доступа к сердцу делается в груди. Сердце останавливается и аппарат искусственного кровообращения берет на себя работу сердца и легких. Далее делается разрез в нижней аорте, чтобы обнаружить аортальный клапан. Поврежденный аортальный клапан удаляется и заменяется на искусственный клапан. После того, как сердцебиение восстанавливается, клапан тестируют, чтобы убедиться, что он работает правильно. Существует несколько потенциальных осложнений, связанных с этой процедурой, которые следует обсудить с врачом перед операцией. Такая операция часто делается, чтобы заменить аортальный или метральный клапан, но ваш врач может заменить любой сердечный клапан. Рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы он мог определить наиболее подходящую для вас форму лечения.